А у меня там исполнилось 95 лет. Спасибо вам большое. Мы играем в такие мультидисциплинарные вещи. Но я рискую все время, потому что у меня первое образование лингвистика, но наименее гуманитарное из всех возможных гуманитарных. А именно восприятие речи, глиницификация дикторов. То есть я работала со спектрами, со селограммами. То есть самое не гуманитарное, что могло быть. А потом решила... А это пресс-петербургский вид, да? Да, ну то есть она тогда не называлась так, а сейчас она называется речевые технологии или экспериментальная фонетика. Ну, где как называется? В общем, вот это вот. Родители моего профессора были, они вообще решили, что я просто с ума сошла. Потому что у меня образование не было биологическое. Но на самом деле это не такой страшный скачок был, потому что я и пошла в лабораторию биоакустики, которая занималась и речью, и тогда еще мода была на дельфине сигналов. То есть я ездила в Каратах на биостанцию, там эти дельфине сигналы изучали. Ну и что? Просто занималась много, и все. Защитила кандидатскую уже биологическую, и докторскую, и биологическую, потому что можно потом стало заниматься. И еще у меня докторская по лингвистике. Никакой женщин, как на письме. Ой, не говорите, вы их не слышали, что они еще не только. Вот, но просто интересно. Да, нет, это вообще интересно. А потом я уже спуталась со всякими искусственными интеллектчиками, с психологами там и так далее. То есть я же довольна. Но зато сейчас мы, у нас программы магистрские, в частности одна из тех, которые я открыла, она называется «Когнитивные исследования». И вот там мы как раз очень хорошую сделали программу. Я пометуя свой кошмарный опыт, когда мне надо было барахтаться в неизвестной среде, то есть их учат там и психологи, и математики, и даже врачи, и биологи, ну и лингвисты, конечно. Так что вот это удачно. И дети довольны. И они выходят очень конкурентоспособными, потому что, к сожалению, большая часть ездит дальше учиться за границу, но большая часть из них возвращается по неведомой причине. И у нас работают, и преподают, и у меня в лаборатории работают. Так что молодых очень много людей. На удивление, потому что они очень сильные, и у них есть возможность работать. Я тоже спрашивала, а вот вы вернулись из каких соображений? То есть я, понятно, хочу, чтобы они вернулись. А они говорят, а потому что мы какую-то критическую массу здесь стали составлять, вот эти сильные. И нам просто интересно друг с другом. И они какую-то такую моду с жизнью выработали. Они живут в России, но выезжают. Кто на два месяца, кто на три, там, где-то поработать, или какие-то совместные гранты. То есть они такие люди мира. Но укорененные на месте. Поэтому я считаю, что мы страданиями не напрасны были. Ну, в общем, вот так вот. Ну и потом я вообще в Курчатнике. И, ну, это, правда, совсем не такой силы работа. Но кручусь там на когнитивную тему. Буду физиком в этом году читать. Я держу физику. Вот кому завидую. Если в следующей жизни я хочу быть физиком. Просто очень завидую, что у меня нет математического образования. Я, понятно, набралась за эти годы. То есть я ориентируюсь, я могу в этой среде находиться. Но у меня же нет базового образования, это совсем другая история. Вот очень жалею. Раньше я жалела, что у меня нет медицинского образования базового. А сколько раз с мозгом я работаю. Но сейчас я думаю, что без этого образования могу обойтись. Потому что биологически я подготовлена неплохо, я считаю. Вот. А вот, конечно, математики и физики как базы. Просто чтобы глава правильно устроена была. Вот этого нету. Это я очень жалею. В следующей жизни. А следующей жизни бывает как там? А кто знает? Вы как физик должны мне объяснить весь этот базар с черной материей и темной энергией. Вот там все и бывает. А это у меня такая надежда. 96% неизвестно. Да я знаю. У меня на эту тему переписка с Окунем, академитом. Который, ну я в академии наоборот поступала и доклад там читала большой. С тех пор мы с ним подружились и как раз про это разговаривали. А вы дачи не занимаетесь, которые следуют от произлучения, которые у него расходятся в северную. А что? Так я вам завидую. У нас есть два замка на постановлении по течению ведущих ученых. А кто? У нас Кузьмин Данил Сергеевич. Это из Великопольского университета. Здорово, да. Вот у нас такие люди в Петербурге и Великеме, но это абсолютно не наоборот. Да, все работают. То есть вот такой мы вещь много. Где-то сейчас продвигаемся на второй этап. Потрясающе. В общем, она рассказывается, получение язвки. Это оказалось чисто 11 из Варшавского технического, политехнического института 1796 года. Работают. Работают, работают. Лучше, чем электрические. Вот, 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 вот. Да, здорово. Да, ну вот. Я у него на передаче была и в прямом эфире, значит, он мне говорит, но он, приятель с юности, я ему говорю, слушай, какой ужас, как это вообще, что мы делать будем, как мы жить будем, прямой эфир идет. И говорю, в мозгу количество связей, связей в мозгу больше, чем количество звезд во Вселенной. Он говорит, не больше, чем звезд во Вселенной, а больше, чем элементарных частиц. Я упала на Землю. Как это может быть? Я говорю, нейроны сами из элементарных частиц. Он говорит, вот видно, что не визит, это не математика, и сейчас связи это идет. Но все равно это мероприятие, да? Вот он, наверное, у вас использует столько стандартного. А вы знаете, это в том числе много мифов на эту тему, а именно мы не знаем. То есть это разговоры для публики. Мы не знаем. Одно могу сказать, в качестве такого предельного примера, я видела картину эфемерального, магнитного резонанса. Голова, когда туда была вставлена, человека, который синхронным переводом занимался. Это у меня выбило полностью все. Я не понимаю, почему они живы, эти люди. Просто горит мозг весь. А люди не только те зоны, которые предполагаются, что речью занимаются, о чем с этим никто не спорит. Но парадокс заключается в том, что там действительно какие-то квантовые процессы. Там одновременно и есть места жительства для разных функций, что доказывает медицина каждый день. Потому что инсульты там, очевидно, да? То есть если эта зона вылетела, то речь вылетела. Но если мы забудем про медицину, а засунемся в эти ФПЭК или магнитный резонанс, то мы увидим, что весь мозг функционирует. Вот в чем ужас. То есть как бы нет адреса, нету, нету места жительства. То есть невероятная сложность и система. И каждый, главное, каждый раз разная. То есть даже, например, непонятно, как быть со статистикой. Потому что мало того, что у всех мозги абсолютно разные, ну, в известных пределах одинаковые, но всерьез разные. А так еще и вы никому не обещали, что вы одинаково будете то же самое задание выполнять. Не сознательно, а просто алгоритм уже какой-то мозг, скажем, вчера придумал. Разумеется, хозяин вам этого не сообщил. Вот. И уже завтра пойдет совершенно... Вы группу Катима, получается, даже с этого же человека. А если, скажем, в статистике вы хотите его 15 раз проверить там, то это вообще безумная, бессмысленная вещь, потому что он, разумеется, наизусть все выучил и делает вообще другую задачу. То есть вот на другую задачу он решает каждый раз по-разному? Или он может думать или даже рассказывать, что он делает одинаково, но когда вы посмотрите на функции мозга, онлайн, которые идут, динамические, то вы видите, что это разное просто. Ну, в общем, мы, конечно, безумцы, что влезли в эту историю. Нет, ну, а как же ты? Ну, интересно. А у вас Анохин еще выступал на такой же... Да, 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 мы приятели от него все время. Перезваниваемся, друг другу жалуемся. Ну, он звезда настоящая. Он просто... Ну, и по курчатке вы коллеги, да? Да, и это тоже, но мы раньше знакомы были. Он работал, и у него полставки, и часть лаборатории, или отдела, не знаю, остается в институте имени дедушки. Ну, Анохин Петр Кузьмич в Москве, соответственно. Но основное, что называется, трудовая книжка, и весь его отдел, курчатник. И он, конечно, потрясающий. Ну, вот это общее сознание, я считаю, помните, как раньше... Да, как же! Вот сейчас вострял, да, и вообще полезно. Вот народ, я уж не знаю, сколько там народу, кто не знает. Ну, это не раз, но вообще интересуются, так сказать. А вообще, вот, между прочим, насчет того, что народ ничем не интересуется, это тоже отчасти мир. Потому что, где это было в апреле, по-моему, приезжал Пенбелус, понятно вам, интересный, вот, на семинар ко мне выступать, а потом в Москву приезжал еще круглый столб в том стране. Вот, так я вам хочу сказать, что очередь... Мы не смогли даже впустить всех. Очередь стояла... Я даже вышла, мне говорят, выйдите на улицу, посмотрите, что делаете на улице. Стояла очередь, понимаете, просто из людей, которые хотели попасть на лекцию физика. Ведь он же не Алла Кугачева, понимаете, он ничего там... Серьезная лекция была, конечно, популярная, но популярная для академической, для университетской аудитории. Это не то, что там любой все понял. Но просто мы как раз тогда подумали, вот, смотрите, нечто прочее. Не то, чтобы выгода, это вот... Нет, вы знаете, вот я так смотрю, скажем, раз в двух, так вот еще больше будет. Ну, понятно, бывает. Ну, это жизнь, ну, это момент больше всего. А так вообще, много интересуются. Тем более, у нас только вот мы, мы идем, что-то... Нет, у вас вообще город красота. Нет, у нас только вот мы, 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 мы,